Ежегодный финансовый форум Цзиньжунцзе собрал в Пекине больше 500 гостей из трех десятков стран и регионов. Его считают барометром финансового сектора китайской экономики. В этом году мероприятие проходит на фоне введения в КНР самых масштабных со времен пандемии мер господдержки. Среди них снижение норм обязательного резервирования для коммерческих банков, запуск новых механизмов повышения ликвидности на фондовом рынке, уменьшение ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам. Всего запустили четыре инструмента финансового регулирования на рынке недвижимости. Одним из важных решений стало снижение ставки по ипотечным кредитам. Этот шаг повысит благополучие 50 миллионов семей. Он уменьшит годовые расходы населения на выплату процентов примерно на 150 миллиардов юаней. Данные за третий квартал говорят о стабильности, устойчивости и жизнеспособности экономики. Чтобы достичь годовых целей, мы будем рекомендовать финансовым учреждениям постоянно увеличивать предложения денежных средств и оптимизировать распределение ресурсов. Форум «Дзиньджунзе» уже 12 лет проводят в деловом центре страны, на Пекинской финансовой улице. Именно там расположены штаб-квартиры Китайского центробанка, Госуправление финансового регулирования и Госкомиссии по регулированию ценных бумаг, а также офисы почти двух тысяч финансовых учреждений.